Завтра Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» проведет очередной матч группового этапа Лиги Европы. Соперником Агдамцев станет пятикратный обладатель трофея «Испанская Севилья». Сейчас в столице Андалусии находится наш специальный корреспондент Сянан Рызаев. Все подробности у него. Здравствуйте, Сянан. Как идет подготовка и каковы ожидания от матча? Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Баку. Мы сейчас находимся в Испании, в Андалусии, а еще точнее в городе Севилья, где уже 28 ноября по испанскому и 29 ноября по азербайджанскому времени начнется футбольный матч, состоится футбольный матч между местным клубом «Севилья» и азербайджанским футбольным клубом «Карабах». Этот футбольный матч состоится на стадионе Рамона Санчеса Писхуана, который вы сейчас видите на заднем фоне. Стадион вмещает порядка больше 45 тысяч зрителей. Он назван в честь президента футбольного клуба «Севилья», который руководил футбольным клубом в 30-х и 40-х годах. Что касается самой игры и ситуации по турниру, то для «Севилья» игра не носит, скажем так, принципиального значения, в том плане, что «Севилья» набрала 12 очков и однозначно из группы выходит. Совсем другая ситуация у футбольного клуба «Карабах», которому очки нужны в данном случае. И мы помним первый матч между этими командами в Баку, и, к сожалению, там «Севилья» победила со счетом 3-0. Я, чуть-чуть отвлекаясь от футбольной темы, хотел бы вкратце рассказать о непосредственно самом городе. Это город где-то с населением порядка 1 миллиона жителей. И, что примечательно, город по большей части просыпается где-то 10 часам. Мы сами это сегодня почувствовали, когда с утра мы пытались купить, скажем так, интернет, трафик для вещания. И вот раньше 10 часов вы это сделать почти не можете. Но, скажем так, что касается зрителей, и будут ли они приходить на футбольный матч, ну, я думаю, что это будет ясно уже непосредственно за несколько часов до футбольного матча. В принципе, зрители, болельщики свой клуб любят и приходят. Но, опять же, говорю, здесь есть такой момент, что для «Севилья» эта игра не носит архи такого важного принципиального значения. Но в испанском чемпионате сама по себе команда достаточно сильная. Она занимает сейчас третье место в испанском чемпионате сразу после «Барселоны» и «Реала». Сейчас и во время игры не ожидается каких-либо осадков. То есть, в принципе, более чем футбольная, скажем так, погода. И командам остается продемонстрировать хорошую игру. Я еще хотел бы сказать, что уже сегодня в 18.40 по испанскому времени состоится пресс-конференция футбольного клуба «Карабах», которая уже 19.00, опять же, по испанскому времени выйдет на первую свою тренировку, полноценную тренировку на стадионе Рамона Санчеса Писхуана. Нам удастся, в принципе, сделать очень коротко, но записать кадры этой и пресс-конференции целиком, и непосредственно самой тренировки. Я надеюсь, что нам удастся это все вовремя в последующем вам передать. Стадион, сам надо сказать, что очень красивый. На одной из его частей, практически во всю высоту самого стадиона, имеется некая мозаика с логотипом самого футбольного клуба «Сивиля». Мы постараемся в последующих выпусках это вам тоже показать. И в целом, подытоживая наш разговор, должен сказать, что, во-первых, известна уже судейская коллегия, которая, судейская бригада, которая назначена на этот матч. Это судейская бригада из Швеции, и возглавлять ее будет Мухаммед Аль-Хаким, судья, опять же, из Швеции. И последняя буквально фраза, опять же, матч, конечно, не имеет принципиального значения для футбольного клуба «Сивиля», но тренер Лопатега, тренер футбольного клуба «Сивиля» сказал, что еще в сентябре он это сказал, что команда нацелена брать три очка в каждой игре и выйти, не просто выйти из группы, а выйти с максимальным результатом. Получится у них это или не получится? Как сможет ли помешать им в этом футбольный клуб «Карабах», мы узнаем уже 28 ноября, опять же, по-испанскому, и 29 ноября по бакинскому времени. Пока столько, и будем надеяться, что «Карабах» все-таки помешает «Сивиле» реализовать вот этот план. Пока столько. Спасибо.